Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной. За повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на автомобиле «Черри Бонус», любезно предоставленном компанией «Демидыч» на улице Ким, 75. И для начала кадры дня от наших телезрителей по доброй уже традиции. Елена Ипполитовна прислала нам фотографии нескольких ценников с общей тематикой «Учите русский язык». Кратофель превращается в картофель путем мытья. Картофель, он грязный, а картофель, он чистый. Но тут еще ладно. А вот морковь мужского рода, это мы удивились. Это да. Евгений прислал нам фотографию морковки-косички, за что ему тоже огромное человеческое спасибо. Подавляющее большинство пермяков с грустью думает о том, что скоро придет зима и станет холодно. Но жители дома номер 30 по улице Мира просто мечтают о наступлении зимних морозов. Почему? Потому что наконец-то ляжет снежок и вот здесь вдоль дома можно будет ходить, не испачкавшись в грязи по колено. Это болото, которое называется здесь придомовой территорией, не пересыхает практически никогда. Ну вот разве что в самую жаркую летнюю сушь, ну и вот еще более-менее можно ходить зимой. Вот и ждут граждане, когда же наступят морозы. Ну как, круглый год. Не пройти, не проехать, как говорится. Не по одному разу бывает за день ходим здесь. На мусорку хожу, на работу хожу. Грязно очень. Приходится обходить, круг делать. Дети бегают. Лужи, грязь. На остановке улицы Дениса Давыдова съемочная бригада дежурного была на позапрошлой неделе. Напомним, речь шла о том, что остановочный павильон преобразовали в торговый. И теперь людям просто негде ждать транспорта. Что изменилось за две недели? Да, собственно, ничего. Разве что погода стала более холодной, промозглой и дождливой. А люди, как ждали транспорта на открытой площадке, так и ждут. Зябко-ежесь от холодного ветра. Улица Мира, 98. Съемочная бригада дежурного по городу здесь не в первый раз. Вкратце напомним предысторию. Сначала здесь была огромнейшая свалка. Такая, что не видно было мусорных контейнеров. Еще потом мусор весь вывезли, что называется, под метелочку. Вместе с контейнерами ликвидировали площадку. Повесили грозное объявление. Свалка мусора запрещена. Но забыли указать, куда теперь людям этот самый мусор таскать. Вот вам, пожалуйста, результат. Гора мусора, в общем-то, выше человеческого роста. Вновь на том же самом месте. Не хочется оказаться пророком, но вполне возможно, что она разрастется вновь. Вот таким увидела очередной обычный день Пермей и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. Нам остается только напомнить о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного, самого содержательного послания всенепременно получит вот этот вот сертификат на вклад в одну тысячу рублей от Бюро финансовых решений «Пойдем». А посему? Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2630-300 и сайт телекомпании «Рифей» в интернете 3w.rifey.ru. Пишите и звоните, ждем с нетерпением. Завтра увидимся, а на сегодня все. Спасибо, удачи, пока.